Всем привет! Это второй урок по файловой системе в LAV2D. Сегодня мы рассматриваем этот урок как продолжение первого урока. Я обещал, что мы рассмотрим более простой способ сохранения сложных данных файл и чтения из файла. В принципе, этот урок не только для пользователей LAV2D. От LAV2D здесь мы используем только чтение и запись текстового файла. Так что, если вы пользуетесь Луа или другими какими-то фреймворками на Луа, вы просто должны заменить эти две функции. Все остальное вам подойдет. Итак, никакого редактора я писать не буду. Смотрите первый урок, как мы делали. Поэтому давайте посмотрим, что у нас текстовое приложение делает. Ничего оно не делает. Понятно. Вот эта строчка, напоминаю, нужна для того, чтобы вы могли отлаживать ваш код на LAV2D в этой оболочке ZeroBrandStudio. Я про это уже несколько раз говорил на прошлых уроках. Так, ну давайте. Теперь задача. Вот у нас, допустим, есть таблица. Мы должны эту таблицу записать, таблица со сложными данными, со смешанными какими-то данными. Например, 1, 3, что-то там в виде текста. И даже табличка. Так, не табличка, давайте-ка вот так. Так, например, ключ ки равен ключ зеленый. Давайте запустим и посмотрим, как у нас эта табличка в памяти. Так, что она у нас представляет из себя. Делаем правой кнопкой на название переменной. Добавить выражение. Вот выражение. И пока у нас запущена отладка нашего приложения, мы можем смотреть, что у нас. Ага, здесь что-то не то находится. Давайте остановим и запустим для отладки. Вот этой вот кнопочкой. Да, все отлично. Теперь мы при каждом запуске будем видеть, что у нас находится в таблице тест. Первый элемент 1, второй элемент 33. Третий элемент FFF. И элемент с индексом key с текстовой строкой green. Ну, в принципе, таких данных нам хватит для записи. Потом еще мы с данными немножко поэкспериментируем. И в прошлый раз я говорил, что можно использовать для хранения данных такой текстовый формат обмена данных. Он сделан вообще-то был как для JavaScript. Но сейчас этот формат используется для обмена данными между различными приложениями и приложениями, которые написаны на различных языках. Например, вы можете написать часть приложения клиент-сервер какой-нибудь пишите. Часть у вас написана на луа, часть у вас написана на JavaScript или на чем угодно, что может записывать или передавать как-то по сети вам JSON файлы. Сами почитайте, как он, как этот формат хранит данные. Мы его сейчас во время нашего, ну, во время нашего урока вы увидите, как хранятся данные. В принципе, даже без чтения документации уже увидите, как все это хранится. Итак, я предлагаю использовать, не будем изобретать колесо, не будем изобретать велосипед, возьмем библиотеку. Вот очень есть популярная библиотека, которая написана только на луа, без использования каких-то других библиотек, включаемых. По тестам она опережает почти всех конкурентов. Ну, здесь вот, если вы почитаете документацию, тут вот есть скрипты для измерения скорости работы. Для наших целей хватит за глаза библиотеки. Итак, сохраняем JSON луа, не забудьте, кстати, файлик лицензия, в вашу рабочую папку. Ну, я вам советую всегда создавать, если вы сторонние библиотеки какие-то сохраняете, всегда создавайте папочку для библиотек и складывайте туда лицензии и сами библиотеки. Итак, подключаем библиотеку. Устанавливаем приложение наше, конечно, чтобы мы могли печатать. Далее в кавычках идет лип и лицензии. Ну, если вы читали документацию, то вы знаете по языку луа, то если мы передаем параметрам таблицу или строку, то скобки вот такие вот при вызове функции можно не ставить. Давайте-ка так сделаем. Отлично. Кстати, чтобы не было проблем с обратным прямым слышим. Так, ну, давайте посмотрим в этой библиотечке JSON, какие есть методы, какими функциями мы можем пользоваться. Так, ну вот, подключили мы к себе и видим, что у нас есть два метода, две функции. Encode и Decode. Encode – это закодировать. Кстати, похоже на нашу табличку какую-то. А декодировать, ну, давайте до этого дойдем еще. Так, Encode. Давайте, как правильные пользователи в Love2D, все операции будем проводить в Loveload. Вы помните, что эта функция запускается всего лишь один раз при загрузке вашего приложения. Ну, отображать мы ничего и обновлять не будем, поэтому пусть вот эти заглушки стоят. Их даже можно, в принципе, для нашего урока и удалить. Работать как работало, все так и будет работать. Нас интересует вывод в консоль. Так, ну давайте теперь попробуем в консоль напечатаем. Что же может библиотека JSON сделать с нашей табличкой? Помните, чтобы мы, если мы хотим закодировать нашу таблицу и получить на выходе текст, который мы уже потом сможем сохранить файлик, мы должны использовать функцию Encode. Подставляем название функции. Запускаем. Так, ну вот мне библиотека выдала ошибку, что я использую смешанные ключи внутри одной таблицы. Так, ну давайте тогда вот так попробуем. Один, два. Отлично. Вот мы получили у нас на выходе такую строчку. Внутри строчки у нас есть фигурные открывающиеся скобки. Вы посмотрите, как формат JSON все эти данные формирует. Ну здесь мы уже видим, даже не зная этот формат, мы уже сразу видим, что в key1 у нас какое-то значение 1, в key3 значение в кавычках, значит строковое. В key2 такое-то и просто в keygreen. Отлично. Теперь мы можем сохранить этот текст. Ну ладно, пусть печать. Промежуточный, ну назовем, например, toFile. ToFile для сохранения. Так. И давайте посмотрим, чем же мы будем сохранять файлы. LoveFileSystem. Нам подойдет LoveFileSystem.Write. Он записывает данные в папке. Ну, про папки, в которой сохраняются данные, на прошлом уроке я подробно рассказал. И вы должны были еще почитать немножечко сами, чтобы понять. Так, ну вот пишет. Если такой файлик уже есть в папке, то он будет полностью перезаписан. Отлично. Нам не нужно ничего проверять. Так. Не будем проверять. Мы плохие программисты. Не будем проверять, хорошо записался файл или нет. Я уверен, что будет все нормально. Так, как мы назовем? Ну давайте. SaveGame. Файлик будет называться. Что за данные у нас будут? Данные у нас будут такие. ToFile. Кстати, вы спросите, а почему нельзя было сразу преобразовать строчку или как строчку сохранить? Вот эту вот строчку. Кавычка-кавычка. Ну, потом мы должны, конечно, экранировать всякие там спецсимволы в том числе. Ну, можно, ладно. Средствами Луа можно сделать вот так. Вот. Идеальная текстовая строчка. Да, видите, она стала текстовой строкой. Подсвечивает нам редактор. Да, мы можем эту текстовую строку, как тест, вот сюда вот пишем тест, сохранить текстовый файл. Но что вы будете делать, когда вы его будете считывать? Вы считали этот текст. Он даже не выглядит, как текст на Луа. Видите, здесь запятая, запятая. Выглядит, как будто вы присваиваете в глобальные переменные. Ки один глобальный переменный единичку и так далее. Никуда это не годится. Так. Ладно. Здесь мы уже знаем, что файл у нас... А, кстати, мы посмотрим еще и файлик, где у нас этот находится. Так, где у нас этот файлик? Где-то у нас пользователь должен быть. Так, мой компьютер. Ладно, пользователи. Пользователи. Так, апдата. Роминг. Вот здесь... Ладно, пусть эта папочка пока открыта. Мы потом к ней вернемся, чтобы посмотреть, какие у нас файлы где сохранились. Так. Сайз. Давайте смотрим подсказку, что нужно указывать. Сайз. Сайз. Ну ладно, укажем размер. Это же у нас текстовая строчка. Помните, как размер? Надеюсь, я правильно все помню. Давайте запустим. И посмотрим папку. Да, вот появилась папка FS Lesson. Say your game. Так, чем мы его откроем? Давайте блокнотиком. А, я забыл расширение. Да, отлично. Вот уже JSON закодированные наши данные. Давайте теперь попробуем считаем эти данные, чтобы получить переменную какой-нибудь test2. Ну, мы до этого еще дойдем. Так, давайте создадим. Чем мы будем читать? Читать из файлов. Так, ну вот это вот нам не подходит. Штука. Смотрите первый урок по файловой системе. Как пользоваться. Нам нужно просто не лот сделать, а рит. Просто прочитать содержимое файла. Ага. Так. Размер мы не будем указывать. Имя файла мы делаем. Так, давайте-ка мы сделаем. Пусть в текстовый файлик все-таки записывает. Указываем здесь только имя без размера, так что должен прочитаться весь файл. И нам вернется в две переменные содержимое. Кстати, знаете, глобальные переменные нам здесь не нужны. Делаем все локальными. Так. Ну, запускаем. То все нормально. Так. Ну, давайте напечатаем содержимое. Так. Тринадцатый. Так. Ну, так, файлик у нас создался. Так. Прошу прощения. Иду опять в папку сохранения нашего VLAV2D. Updata. Roaming. Так. У меня может здесь есть... Да, вот у меня же есть папка. Да, вот. VLAV2D. Да. Удаляем старый файл. Смотрим, что в новом. Да, блокнотиком открывай. Ага. Так. Ну, совпадает. Все считало. Давайте теперь занесем эти данные в табличку. А, вспомнил, почему я глобально здесь использую. Для того, чтобы мы могли в любой момент остановить и так, тест 2. И как выражение посмотреть. Ну, чтобы зона видимости переменной была глобальная. Так. Что нам нужно? Ага. Теперь мы DECODE делаем. CONTENTS. Содержимое DECODE. Вот. Ну, и можно даже сделать так, например. PRINT TEST2 KI. Помните, что у нас в KI должно лежать green. Так. Ребята, я же запускаю его даже не как отладчик. Вот я запустил как отладчик. Давайте посмотрим тест 2 выражение. Ну, в тест 1 мы видим, что так, а тест 2 почему-то не так. Ага. 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 Ну, все отлично. Ладно. У меня здесь с отладчиком сделаем, например, останову, точку останова поставим. Ну, ладно. Вот теперь точки остановы. Мы все прекрасно видим, что тест 1 и тест 2 у нас идентичны и совпадают. Так, давайте теперь посмотрим, что же будет, если мы наш тестовая таблица. Ну, я считаю, что все, урок мы прошли. Теперь давайте особенности посмотрим, сохранение данных. А что будет, если мы будем сохранять давайте я скопирую эту строчку, чтобы ее потом не набирать. Так, пустую таблицу. Ну, вдруг у вас еще в вашей игре нет никаких данных, которые вы хотите сохранять. запускаем. Так. И почему я не вижу? Ага, вижу. Нет, что-то у нас тут странненькое. Так, остановка. А, ребят, я тут случайно точку остановил, да? Продолжим отладку. Отлично. На входе у нас в таблице, как вы видите, тест пустой и тест 2. Как вы думаете, что же у нас в текстовом файле? Так. 1 килобайт написано размер. Я думаю, что это меньше 1 килобайт. Ага, скобка-скобка. Ну, почитайте сами про формат JSON. Все в рамках. Так. Давайте теперь попробуем другие ключи. Например, помните? 1. Останавливаем отладку. Ключи указываем 1, 2, 3 и какой-нибудь текст. Ага. Пусть 2-ка тоже будет текст. Запускаем. Я опять запустил по привычке неотладкой. Вот, отлично. Ну, видно, что все записалось, все считалось, потому что мы не напрямую присвоим через тест 1 присвоить тест 2, а мы здесь записываем файл, здесь читаем из файла. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас там в файле. Все отлично. Так, ну, вы поняли, что мы не можем смешанные таблицу со смешанными ключами без ключей. там получается индексы. Вместо ключа здесь 1, 2, 3, здесь 4. Если мы добавляем вот такой ключ, то нам библиотека сообщит что так нельзя делать. Это не ошибка луа, это именно ошибка, которую вызывает искусственно джейсон, автор библиотеки. Он говорит, что табличка у нас неправильная. Так, и что же делать? Вдруг в вашем реальном проекте есть такие таблицы. Например, у вас даже вот так сделано. Например, у вас есть таблица, которая хранит в себе и функции, и и какие-то значения, переменные. Вот, например, такая. Давайте посмотрим, что нам сейчас скажет. Ага, вы видите, что у нас ключи одинаковые, что у нас есть название ключа name и есть название ключа draw, но мы в draw записываем функцию. Тоже интересный, конечно, момент, который может в реальной игре случиться. Ну, и в результате мы не можем сохранить нашу таблицу с данными. Например, смотрите, у вас 200 игроков, 200 маленьких гоблинов, которые на каком-то игровом поле затаились и ждут, пока игрок подойдет к ним и будут выскакивать, его убивать. Так что мы должны хранить для нашего гоблина имя гоб 1, его координаты, например, х равно 33 клеточка по х и, например, 16 по игреку. Обычно я храню, так как это же луа, язык, он позволяет в таблице смешивать данные разных типов, это очень удобно, и обычно я храню еще функции, которые позволяют думать этим гоблином или там отрисовывать спрайтик этого гоблина внутри этой же таблицы. Что же делать? Ну, что делать? Придется вам написать самому какую-то функцию, которая перед сохранением, перед вызовом JSON-ENCODE будет очищать вашу табличку от функций отрисовки. Я полагаю, что... Так, ну, можно еще, например, вот так вот сделать. Смотрите. Очищаем нашу таблицу, перебираем ее в цикле, ну, точнее, создаем ее копию уже с нужными нам ключами, либо, если нам эта таблица уже не нужна, мы сохраняем игру и завершаем наше приложение. Вы можете просто во все ненужные ключи присвоить нил, удалить их. После этого все отлично сработает. JSON-ENCODE. Но другое дело, когда вы запустите в следующий раз свою программу и захотите считать данные с помощью JSON-ENCODE, то она восстановит вам таблицу без нужной функции Draw. Что мы будем делать? Как мы можем узнать, какая функция рисования гоблина здесь нужна? Мы можем тоже в цикле посмотреть нашу табличку. Ну, так, давайте, кстати, про гоблинов я тут заговорил. Мы должны нашу табличку в цикле посмотреть все элементы. Давайте даже вот так сделаем. Запускаем. Понятно, функция не поддерживает. Ладно, пусть вместо функции будет у нас пока что-нибудь такое. Так, у нас стоит TestKey, ну да, TestName. Поняли, да, почему здесь вывелось Nil? Потому что я изменил содержимое таблички и у меня там уже ключа Key нет. Поэтому здесь табличка вывелось, но ее нет. Его нет. почему-то у меня тест. Давайте посмотрим, что же у нас находится в текстовом файле. Name.goop есть у нас такая штука. Кстати, что никто не гарантирует вам, что ваши данные будут отсортированы в том же порядке, что и в вашей программе. Нет. но тем не менее данные сами данные сохранности. Так. Давайте добавим еще одного гоблина. У нас же должна быть большая табличка. 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 Пустили, посмотрели. Посмотрим, что у нас в файле как сохранилось. Так, видите, у нас уже видно, что здесь первый гоблин сохранился в элементе, второй и третий. табличка. Так вот, возвращаясь к тому, что нельзя функции сохранять. Что мы делаем? Мы в цикле перебираем все значения этой таблицы тест, первый, второй, третий, и перед сохранением удаляем все наши функции. А после того, как вы вот таким способом сделали декод, считали, вы можете тоже в цикле перебрать все элементы нашей таблицы от первого до последнего и смотреть, например, если тип равен гоблин, то тогда присвоить в этот элемент функция draw, функция такая-то, которая отрисовывает гоблина, либо у вас все функции одинаковые, тогда вам особо и думать не нужно. На самом деле способов более умных восстановления вот таких неподдерживаемых для сериализации данных, их очень много. Я попытался вам наиболее кратко объяснить. Надеюсь, теперь вы сами почитаете документацию и сделаете сохранение данных для вашего проекта самостоятельно. Ну что, на этом урок я завершаю. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok